Слушайте, мы сегодня поехали на форум. Мой друг, который приехал сюда учиться с другого города, мы хотели погулять с ним, и мы ждали еще своих подруг. Они сказали, что они в экопарке, и мы пошли ловить такси. В этот момент за нами выбегает мужик со словами «Эй, ЛГБТшник, сюда иди, только на узбекском». Мы начали говорить, я начала говорить, я сейчас вызову полицию, не подходите к нам. Этот человек говорил «вызывай, вызывай». Потом, извиняюсь за мой голос, мне попали по горлу ногой, когда я его закрывала. Вот, короче, я ему предложила, пошли побежим. Он сказал «хорошо, мы побежали с ним». Им побежали, меня поймали три мужика. Тем временем он, я ему крикнула, не переставая бежать, он начал быстро бежать, но его все же повалили. Он не успел добежать до полицейских. Эти полицейские сами добежали до него. Его начали прикрывать, но эти мужики просто вырвали его у полицейских, типа никак не смогли его прикрыть. Никак не смогли. То есть, полицейских-то три этих мужиков, там примерно было 34 человек, но по новостям показали, что их было около 80. И вот, его просто начали избивать на земле. Я как к нему добежала, там было около 34 человек, я еле как притиснулась туда. Я закрыла его голову, чтобы не было сотрясений и так далее. Но, оказывается, уже есть немного сотрясений. Я закрыла своим телом его шею, чтобы не попали по сонной артерии. И я закрывала, как смогла, то есть, его позвоночник, но все же люди пинали мне по рукам, пинали просто... И я помню тот момент, когда я закрывала его сама, мне пнули по шее, просто по подбородку, такой силой, просто будто футбольный мяч. Его еле как посадили в машину, но при этом эти люди бросались на машину, там почти что выбили окна, просто машина вся помята, просто у него оторвали все, то есть, у него порвана футболка, у него полностью порвана футболка. Я кричу, я говорю, куда вы его ведете, мне надо с ним поехать. Потом мне сказали, куда его ведут, я поехала в РОВД, сказали, что это не там, что он не там. Потом мне сказали, что он в ГУВД, то есть, за этим, за Бибигоном есть ГУВД, вот туда, вот туда я поехала, как могла, хромая просто, как могла. Мне было все равно, но больно, главное его найти, я не знаю, я бы не выжила, если бы узнала, что с ним реально что-то серьезное, или же он умер, я бы не выжила.